Мне доводилось недавно буквально беседовать с вашим подельником отчасти по ряду проектов Александром Ф. Скляром, вот, и он верит в то, что у русского рока, он считает, что такое словосочетание имеет право на существование, есть будущее, что появятся какие-то молодые, которые вот, та самая молодая шпана, что сметет вас с лица земли. Что вы считаете? Ну, вы знаете, дай бы бог, я, вот, Саше сегодня, кстати, буквально говорили по телефону, я очень глубоко его уважаю, это один из моих любимых русско-роковых исполнителей вообще. Саша Скляр, я имею в виду. Да, да, я понял, да. И, ну, это как-то он, видимо, просто в хорошем... Погорячился? Нет, в хорошем настроении пребывает и оптимистичен. Я бы тоже очень хотел, чтобы так оно было, но боюсь, что... Что нету больше, что панк-рок мертв, а чаще еще нет. Так мы, да, поставим вопрос? Ну, что вообще мы все заложники вот этой изменившейся ситуации. Изменившейся ситуации в шоу-бизнесе, в глобальном потеплении, о чем мы сейчас говорим. Вы знаете, я вообще как бы рассматриваю в некотором смысле то, чем я занимаюсь, что переживает стадию коллапса просто, да. То есть традиционные схемы, которые были очень раньше понятны, да. То есть, ну что, то есть, исполнитель, сочиняешь песни, поешь их, собираешь какую-то фэн-базу, да, которая начинает со временем требовать от радиостанций, от телеканалов, ну, какой-то шум, да, поднимать. То есть есть какой-то спрос, ты интересен. Кто-то начинает тебя там вставить в эфир или не начинает. Но если начинает, то начинает сцепная реакция. Кто-то начинает реагировать, а, ну, раз эти ставят в эфир, давайте мы их тоже покажем, давайте интервью с ним сделаем. И вот как-то все это таким образом существовало. Вот мы делаем сами интервью. Да, нет, ну, мы делаем интервью, но просто теперь это все как бы понимать. Нет ни одного музыкального канала, например, который бы крутил просто клипы, например, да. MTV показывает сериалы или какие-то интересные развлекательные программы про собачек. Ну, то есть, ну, собственно, музыкального канала на сегодняшний момент ни одного даже нету в федеральной сетке вещания. Ну, который бы занимался только музыкой и показывал бы... Это значит, просто нет спроса. Абсолютно, именно так. Потому что появляются нишевые каналы каждый день. Конечно. А во всем. Именно именно. А в кварцевых часах канал есть, на стенах. Если нет ни одного музыкального канала, значит... Значит, нет спроса, да. Или очень много музыки по всем остальным каналам. Вообще, то есть, слишком много людей теперь может заниматься музыкой. Это процесс демократизировался. Ну, купил компьютер, и, пожалуйста, пишите, и ты уже можешь... Ну, ты можешь, допустим, записать барабаны на хорошей студии, да. Все остальное ты можешь по большому счету варить дома. Что делает, собственно, молодежь и делает, как бы. Поэтому поток создаваемого, ну, не знаю, я не знаю, как сказать... Материала. Материала, да. Он настолько велик, что потребителю совершенно невозможно в нем ориентироваться. Тем более, все, одним словом, смещается в сторону интернета, что неплохо. Потому что это довольно демократично, да. Да, но дистрибуция, когда МП-3 скачивается, когда, в общем, не продаются носители. Да, носители не продаются больше. Ну, вас-то это особо парить не должно, потому что вы же, наверное, все-таки деньги всегда делали на выступлениях, на концертах. Нет, ну, любая группа зарабатывает в России, в первую очередь, концертными выступлениями. Не так всегда было, потому что были, в конце концов, не было интернета, были пираты, которые тебя пиратили, и ты не зарабатывал на... Но, тем не менее, раньше-то, по крайней мере, точно продажа пластинки окупала запись от той историцей. Даже мы, на самом деле, не самая успешная, там, в коммерческом смысле, группа. Нет, ну, в своей нише-то вы были самыми успешными, вот, в этом направлении панк-рока, ну, если мы про наивы говорим, вы были, в общем-то, номер один. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы точно не самые коммерчески продаваемые, вообще, там, если сравнивать, ну, по большому, да, счету. И, тем не менее, это точно работало в нашем случае, да, то есть мы могли уж точно не беспокоиться о том, что запись, ну, где записываться? Да куда захочешь, туда мы и пойдем. Все, мы это запишем, потому что мы продадим потом пластинку, она будет продаваться за недорого, и в городах, и в весях. Люди понемножку заплатят за нее, и это окупит наши расходы. Теперь это не так, то есть теперь получается, что производство пластинки, оно включено в концертный твой ценник. То есть ты должен, прося гонорар у заведения, в котором ты играешь, ты должен еще думать о том, что они должны тебе что-то прислать. То есть опять все временем, непосильным ложится на региональных промоутеров и людей, которые устраивают концерты. А вы гастролируете, в принципе, да? А я, в конечном итоге, ложится на потребителя, да. Вы гастролируетесь? Да, конечно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров.